Нет, не знаком, поэтому ничего не могу сказать. Ну что, каменно-угольного периода в жизни в мире не было и так далее, это что-то немножко... Но дело в том, что я не знаю, но это и так ясно. Во-первых, что никогда не было, не гибло столько ли всего, что нефть, которую сейчас качают так милосердно, да, ясное дело, что она не... Хоть она и органическая, и что действительно органика может распадаться на субстанцию, похожую на нефть, это не значит, что все залежи нефти являются результатом того, что когда-то сдохли все динозавры одновременно в определенных местах, собрались дружно. Знаете, что самое интересное поражает? Вот динозавры не дохли в каждом месте, они все собрались кучкой, собрались в одно место со всей планеты Земля и дружно сдохли. Но это абсурд, потому что органические вещества синтезируются планетой так же, как и неорганика. В определенных зонах возникают условия, когда идет синтез органики, и эта органика является нефтью, которую называют нефтью и так далее. Да, действительно, если органика распадается на органику, это естественно, что же дать? Но это не значит, что если тела, которые при разложении образуют кисели органические, которые называют потом нефтью, похожую на нефть, это не значит, что нефть образовалась в результате того, что все миллиарды, 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 миллиарды существ собрались в одно место и сдохли одновременно. Это абсурдно. Я не понимаю, как это непонятно тем, кто об этом кричит. Так что, конечно, это абсурд. Естественно, что и такого возника каменно-угольного периода, в принципе, такого, как понимается, не было. Много чего не было, то, что современная наука пишет, это выдумки, ни на чем не подтвержденные. И тем не менее она считается наукой, и фактов, ни одного факта подтверждающего нет. То, что находят отпечатки деревьев, листьев и так далее, в тех же самых пластах, но там же находят и изделия рук человеческих, высокого уровня, значит ли это, что уже человек жил тогда? Конечно, нет. Много чего не было. Но, понимаете, когда слепая наука, нельзя же легенда по поводу слона и трех слепых, помните, да? Она много говорит, а современная наука стала полнейшим слепцом, потому что даже когда официально признается, я уже говорил, верев, официально заявил, что да, и российские ученые, не только западные, между прочим, признают, что существует, так сказать, темная материя, да? Dark method, называемый. То есть, которую никто не может ни пощупать, ни потрогать, но и она составит 90% всей материи Вселенной. Что это означает? Привести его слова с другого варианта. Значит, современная наука какое-какое понимание имеет от 10% то, что они могут видеть, так? И вопрос, могут ли они создать правильную картину Вселенной и себе рассматривать, так вот, и небольшую часть того, что они понимают, из 10% ничего не знают 90%. Какая будет позиция? Естественно, ложная. Они сами себя противоречат, потому что, не зная 90%, даже не понимая, что это такое, никакой стройной ценной картины, тем более правдивой, создать невозможно. Дальше. Дальше.